Насколько вероятность образования широкой антигиловской коалиции? То есть с участием России вы имеете ввиду? Да, Россия, США, Турция, даже хоть между Россией. Надо смотреть сейчас, сейчас активные очень переговоры, это чемночная дипломатия, Кэрри со всеми встречается. Вот сегодня Лавров с министром основных дел Турции в Сербии встречается. То есть если России удастся додавить относительно будущего Асада, то Россия присоединится. Если же нет, ну я думаю наиболее оптимальный вариант, что тут будет переходный период какой-то, что Асад, допустим, заключит какой-то договор, и в течение полгода... Полтора года, да, такой вариант. Нет, нет, гораздо более короткий, мне кажется полгода максимум. То есть его не сразу уберут, а вот при этих условиях, если Запад пойдет на это, я думаю, Россия присоединится. Александр? К сожалению, есть такие игроки, которым наиболее выгоден пролонгация военно-политической нестабильности в этом регионе. И они будут стараться как можно дольше. То есть, исходя из того, что вы говорили, что там заклятые враги вроде бы занимаются одним делом, на самом деле еще воюют. Сегодня Ближний Восток, на мой взгляд, похож на Балканы столетней давности. Только еще в более худшей ситуации. Мир уже ядерный, движение шахидов. Смотрите, какое количество разновекторных сил находится в одном регионе. И там может быть любая какая-то небольшая провокация привести к очень серьезным последствиям для всего мира.